Планиметры, теодолиты и нивелиры в Новосибирском доме Довинчи и необычная экспозиция, объединившая в себе туристический потенциал региона и его геодезию. Сегодня выставку дополнили живые истории. Представители Русского географического общества встретились со школьниками. О чем говорили, узнал Александр Ширудила. Пятиклассник Алексей Гетманов рассказывает другим ребятам о своей первой экспедиции в жизни. История о том, как он провел лето, намного интереснее стандартного школьного сочинения. Участие в раскопках и поисках древней столицы Хазарии. И печь делали, копали. Там еще очень свободно было. То есть ты накопал, покупался, все, можешь свободно играть во что угодно, болтать. Экспедицию организовало Русское географическое общество через молодежный клуб, которого Алексей и попал на раскопки. Показывая путешествия других людей, зародить интерес к тому, чтобы занимать активную позицию. Найти тот же молодежный клуб, который существует у нас в городе и не один. Стать его членом. Поехать, запланировать путешествие совместное с Русским географическим обществом, допустим, в рамках каких-то школьных экспедиций, которые мы проводим. В центре внимания туризм в нашем регионе. Об этом рассказывают три стенда. Отдельная часть экспозиции посвящена геодезии. Здесь можно потрогать руды и окаменелости, найденные в регионе, а также использовать приборы, применявшиеся исследователями прошлого. Встреча со школьниками – лишь часть большой программы выставки. Завтра к нам приходит в гости Лада Валерьяновна Юрченко с лекцией «Картирование локальной идентичности». То есть все, что касается локальной идентичности, применительно к нашему региону. На следующий день, 2 октября, мы приглашаем на лекцию «Дело ценных и редких книг». Лекция будет посвящена путешествиям по Сибири в 18-19 веке. И, наконец, в четверг, 3 октября, в 10.00 будет профессиональное мероприятие для кадастровых инженеров, актуальные вопросы кадастровой деятельности. Выставку организовали в рамках проекта Росреестра Новосибирской области «Земля для туризма». За полтора года специалисты выявили более 8,5 тысяч гектаров территории, подходящей для строительства туристической инфраструктуры. Территориальные органы Росреестра осуществляют поиск привлекательных земель для строительства, недалеко от, так скажем, объектов туристического интереса. И любые заинтересованные инвесторы могут заходить на публичную кадастровую карту, пользоваться этим сервисом и уже, соответственно, искать свободные земли. Сегодня регион может предложить отдых сразу по нескольким направлениям. На выставке рассказывают о рекреационном, научно-познавательном и промышленном туризме. Посетить ее можно до 6 октября. Александр Шарудила, Андрей Дулепов. Новости ОТС.